Старая песочница и ржавые качели. Вот и все детские развлечения в Голицынском микрорайоне ДРСУ-4. У Анны Шустовой двое сыновей. Один уже взрослый, ему 19, а младшему Денису два года. Гулять с ним в летнее время сплошное удовольствие, говорит Анна, но одна беда негде. Это наши карусели, которые, вот, их крутить даже трудно. То есть, когда дети садятся, их вообще невозможно крутить. Они жутко выкрашены, ну и в жутком состоянии. Не только старая и ржавая, но еще и опасная. Альтернативы нет. Более полусотни местных детей проводят здесь свое свободное время. Играют в подвижные игры и футбол. Поле отцы благоустраивали своими руками. Максимально, сколько могли, убрали мусор, камни, ветки всякие и прочее. Наши друзья помогли нам с песком. Вот, привезли несколько ковшей песка. Вот, это мы с пескобазы забрали колеса. Потому что, когда идет дождь, все смывает. И вот мы сделали такую запруду, чтобы нам поле не заливало. Поскольку стадион импровизированный, то, следовательно, и не огорожен. А рядом проезжая часть. По словам местных жителей, ДТП с участием детей уже случались. Футбол играют вот здесь. Соответственно, вот она, проезжая часть. Мяч улетает. Машины могут сбить детей. Многочисленные обращения обеспокоенных родителей на портале Доброделы в соцсетях с просьбой благоустроить площадку успехом пока не увенчались. В 23-м году нам дали ответ, что в 24-м году площадка будет установлена. Есть официальное письмо. Сейчас нам говорят, что это опять не их земля. Финансирования нет, ничего нет и площадки не будет. Список детских площадок, которые приведут в порядок в этом году, уже давно сформирован и утвержден. И ДРСУ-4 в нем нет. Ситуацию усугубляет и то, что земля, на которой она стоит, не муниципальная, а федеральная. Но, тем не менее, администрация округа в последнем официальном ответе информирует жителей, что в срок до 10 июля уже следующего года работы по благоустройству проведут и в ДРСУ-4. Евгения Августина, Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.